Привет! Вы включили правильный видос, потому что вы на лучшем техническом канале, канале компании АвтоСтронг. Помните, что у нас 160 000 запчастей, отличный сервис и быстрая доставка. Также не забывайте, что у нас есть ноускаты. Это полноценная морда со всем комплектом запчастей. Об этом мы скоро снимем отдельный видос. Прямо сейчас мы разберем Volkswagen, которая оказалась неожиданно хлипкой. Итак, встречаем DUU. В 1974 году на автомобилях Volkswagen появилась новая 5-ступенчатая коробка переключения передач большого семейства 020. Это двухвальная механика с тросовым приводом сцепления. Поначалу эта коробка ходила очень неплохо, но когда ее начали устанавливать в паре с более мощными моторами, то начались проблемы. Ненадежным оказалось сцепление, ненадежным оказался механизм переключения передач. Также были проблемы со смазкой шестерен пятой передачи. Также отваливались заклепки, которые держали ведомую шестерню дифференциала. В 1980-х годах эту коробку модернизировали и она получила гидравлический механизм выжима сцепления. Нельзя сказать, что она уж очень проблемная, но после модернизации она в принципе осталась такой же. И все нюансы возникали на автомобилях Volkswagen, Seat, Skoda и Audi. На этой коробке нанесена маркировка, указывающая на все семейство. В частности, здесь 0,2К, а также буквенное обозначение, которое указывает на день, месяц и год выпуска. У этих коробок очень много модификаций в зависимости от двигателя, в паре с которым эта коробка работает. Обычно этот индекс написан вот здесь, на табличке, но табличка со временем в большинстве случаев отваливается. Коробки отличаются стандартным набором, то есть передаточными числами передач, передаточными числами дифференциала, а также диаметром фланцев под полуоси. Именно эта коробка DUU ставилась на автомобили Volkswagen, Seat, Skoda и Audi с мотором 1.6, 8 клапанов мощностью 100 лошадиных сил. Есть у этой коробки двойник ERT с полностью такими же передаточными числами, только эта коробка работала в паре с моторами 1.6, 16 клапанов 105 лошадиных сил. Диаметр фланцев там 100 миллиметров под полуоси трипод. В общем, как и с двигателями, так и с коробками VAG каждая имеет свое уникальное обозначение и особенности, которые делают их невзаимозаменяемыми. Разница может встречаться как в диаметре под внутренние гранаты шурусов, так и в крепеже под диски сцепления. Ну что, встречаем Пашу и начинаем нашу разборочку. Блино! Субтитры сделал DimaTorzal. Продолжение следует... Рецепт perceпти 60м, 100 кап çevери. Если пятая передача не включается, то всему виной вот этот упорный колпачок, который протирается стопорным кольцом штока выбора передач. Упорный колпачок разваливается, а именно вываливается его внутренняя часть, что не фиксируется и увеличивается его ход. Колпачок стоит недорого и инженеры VAG предложили на замену более усиленный вариант. И у нас, кстати, именно усиленный вариант. Посмотрите, внутри у нас подшипник. Гул и шум на пятой передаче возникают в результате перегрева шестерен на фоне снижения уровня масла и появляющегося сухого трения. Изначально изнашиваются внутренние шлицы, затем может расплавиться пластиковый сепаратор игольчатого подшипника ведущей шестерни. В результате все иглы сбиваются в кучу. Ведущая шестерня перекашивается, это увеличивает ее контакт с ведомой шестерней и, соответственно, увеличивает нагрев. В результате этого ведущую шестерню может просто срезать с вала. Ну и, естественно, остатки стружки приговорят остальные детали КПП. Также можно сказать, что шестерня пятой передачи нежна и очень хрупка. И не выдерживает постоянной езды в натяг, то есть на малых скоростях. Продолжение следует... Щелчки при движении задним ходом на МКПП-02К могут быть вызваны выкрашиванием зубьев на одной из шестер заднего хода. То есть отломавшийся зуб может попасть в другие части КПП, что значительно увеличит стоимость ремонта. Это известная, но не очень распространенная проблема. Износ нашей коробки не критичен, но он присутствует. Это можно увидеть по стружке на магните и по состоянию ведущей шестерни задней передачи. Разрушение заклепок ведомой шестерни дифференциала присущи всем коробкам 0,2К, а также ее предшественницы с самых первых дней производства. Массово они ломаются на коробках с индекса DUV и DUU. Причина поломки чисто конструкторская, потому что инженеры не заложили достаточный запас прочности в эти заклепки. Но потом предложили ремкомплект из болтов. Но этот ремкомплект спасает только тогда, когда вы его установите заранее. Либо же когда оборвало несколько заклепок и они не натворили дел в МКПП. Вот эти заклепки выглядят мощно, но на практике их срывает. Во многих случаях, когда заклепки отваливаются, они подпадают под зубья. В этом случае от зубьев отваливаются целые фрагменты. Если заклепка вылетит на высокой скорости, то она просто пробьет блок, масло вытечет. Коробка начнет работать на сухую, а мы знаем, на сухую это плохо, и просто выработает весь ресурс своих шестерен. Если ведомая шестерня срезает на невысокой скорости, то машина просто перестает ехать. По задумке инженера Volkswagen надо высверлить все заклепки и туда поставить более мощные болты. В целом у коробки больше особенностей нет, но можем обратить внимание на датчик скорости, который приводится от ведомого вала. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали очень распространенную коробку. И можно сказать, что именно вот этот вариант с буквой D в индексе очень неудачный именно из-за вот этих вот заклепок. Если вы хотите знать об запчастях все, обязательно подпишитесь на наш канал, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok